Здравствуйте, мои хорошие! Я рада видеть вас на своем канале. С вами Валентина. Новая интересная работа в технике текстильная пицца. Для основы подойдет любое полотно. Выкладываю фон. Это у меня портьерная ткань. Сделала небо, землю и теперь я делаю речка или пруд. Для таких работ в ход идут любые обрезки, любой фактуры. Грубая или нежная ткань, а точнее тяжелая или легкая. Если у вас есть ткань, она очень сыпучая, то проклейте ее флизелином и вырезайте ножные детали. Облака сделаны из тюль. Паутинка. Никаких шаблонов не использовала в этой работе. Просто брала ткань и вырезала. Домики состоят простой квадрат или прямоугольник. Вырезала произвольно. Самое главное, чтобы у вас немножечко был контраст. Главное, чтобы они не сливались с фоном и не стояли рядом из одной ткани. Домики могут быть простые, как у меня, так и сложные, с мансардами, с балконами. Добавляю немного зелени. Посажу ее за крышу дома. Вырезаю просто фигурно ножницами. Это обрезки от джинсов. Я вырезала крышу. Это обыкновенный клей-карандаш. Если вы точно знаете, где у вас будет располагаться рисунок, то сразу зафиксируйте его. В такой работе иногда что-то меняется местами, что-то убирается, что-то добавляется. Но если вы приклеили на клей-карандаш, вы с легкостью это все снимете и следов не останется. Приклеивая детали клеем-карандашом. Берите белый, потому что цветные оставляют следы. Достаточно несколько штрихов, чтобы закрепить вашу деталь. На помощь пришла моя кошка. Греется на солнышке. Теперь нужно немножко приукрасить дома. Добавляем окна, трубу. Можете сделать входные двери, ступеньки, посадить саду возле дома, сделать забор. Под домом я посажу зелень. Тем самым мы скроем некрасивый край и немножко приукрасим работу. Для окон я также беру контрастную ткань, какая попадется под руку. Окна можно делать по-разному. Вы можете в заготовочке прорезать квадрат, прямоугольник и вставить вниз ткань. А можно просто сверху прикрепить. Конечно, окна могут быть по форме разные. Прямоугольные, квадратные, кругные, со ставнями. Слишком простые и очень даже дорогие. В окнах можно сделать имитацию штор или посадить горшок с цветами. Небо показалось немного пустое. Я добавила птиц. Пруд или речка была очень скучная. Поэтому у меня плавают лебеди и я сделала лодку. Там будет сидеть дядечка ловить рыбу. Вдоль пруда я добавила зелени. Просто вырезала длинненькие полоски. Но был умысел сделать камыши. И я про них даже забыла. Монтировая видео, только и вспомнила про камыши. Но ничего, я их потом сделаю. Людей делать тяжело. Я раньше боялась. Сейчас они у меня идут на ура. Делаются они просто. Вы берете одежду. Потом прикрепляете руки, голову. Голова, простой овал. Ну и делаете прическу. Вот сделала шляпу. Сделала двух тетчик. Они идут за водой. Вырезала рубашку. Сарафан. Теперь волосы. И все нормально. Вы вырезаете одежду нужного размера. А потом уже подставляете голову, руки, ноги. Что хотите. Это на маленьких человечков. Но если вы делаете больших людей, то сначала сделаете из ткани каркас, как бы тело. А потом это тело одеваете. Когда я делаю такую работу, нет такой привычки оставаться на одном эпизоде. Вот конкретно я делаю сейчас девчонку. Я могу метнуться и на небо, и на домик. И что-то еще вырезать. А потом ее доделать. Одним словом, тыр-пыр. Создавая людей, можно сделать любую прическу. Косу, пучок. Так как это у меня текстильная пицца, я накрываю фатином. Это сетка. Подойдет тюль прозрачная или органза. Мысля приходит напосля. Накрыв фатином, я решила сделать подружку. В планах еще было сделать мальчишку на велосипеде. Но посмотрела, слишком будет перебор. И не стала делать. Как вы видите, все детальки я обязательно проклеиваю клеем-карандашом. Потому что, когда будете шить, вдруг у вас рука отвалится или прическа куда-то улетит. Потом вы не поправите. Чтобы в руках было не пусто, добавила ведра. Расположила рисунок, больше добавлять ничего не буду. Накрыла фатином. Можно использовать органзу. Проутюжила через мокрую марлю и зафиксировала булавками. Даже вот самые маленькие, посмотрите, детальки обязательно фиксируйте булавками. Фиксировала так, чтобы захватить, допустим, окно, фон и низ. Мелкие детальки обязательно. Вот руки могут отвалиться в процессе стежки. Они куда-то могут убежать. Это все наклеить к карандаше. Но все равно фиксируйте все булавками. И теперь можно приступать к стежке. Нить должна быть одинакового качества. Что в шпульке, что наверху. Но цвета могут быть разные. Цвета я буду менять. Шпулька у меня будет белая. А верх я буду менять. Но если у вас нить наверху черная, то сделайте шпульку также черную. Я убираю транспортер. Это зубчики. Лапку вставляю. Лапка вот такая для свободного хода. У меня не колесик. У меня винт. Я откручиваю вот такой штучкой и ставлю лапку. Все это делается просто. И теперь дело вашей фантазии. Как вы будете шить? Завитушками простой строчкой. Но такую работу можно прошить и простой строчкой. И самое главное, чтобы ваши все детали были хорошо прошиты. Потому что в момент эксплуатации, после стирки, это может все развалиться, убежать. Одним словом, вы должны прошить это все хорошо. Мне понравилось шить на свободном ходу. Кручу-вершу, куда хочу. Куда вы ведете полотно, там она и шьет. Если вы никогда не шили на свободном ходу, попробуйте, девчонки. Это очень интересно. Самое главное, не делать резких движений. Делайте строчку плавно и нежно. Машинка сама за вас все сделает. Небо, зелень и речку я сделала вот такой строчкой. Речку сделала, строчка у меня немножко поменьше. На небо я взяла белую нить, хотя можно прошить было и голубой. На зелень я использовала зеленую нить. А так как речка у меня темно-голубая, я взяла светлый контраст голубой нитки. Это полотно достаточно большое, примерно 50 на 50, даже может быть чуть больше, я его не измеряла. И сам процесс работы занимает. Вот лично у меня выкладка лоскутов примерно около трех часов. И вот прошиваю, делаю стежку где-то полтора-два часа. Но несмотря на затраченное время, что я провела за работой, во-первых, это удовольствие, навыки и интерес, что же получится. Когда я делаю стежку, ну, например, вот белой нитью, сделала небо, пробегаюсь взглядом, где мне еще нужна белая нить. Также прошиваю, беру потом другой цвет нити. Опять же, прошиваю, пробегаюсь взглядом, где-то надо еще этой ниткой прошить. Так вы экономите время и делаете меньше маневров. Ставить шпульку, вытащите там катушку, перезаправить нить. А это я делаю имитацию волн. На речке или на пруду должна быть какая-то рябь. Перед началом строчки обязательно делаем закрепку и прошиваем. Сделав какой-нибудь эпизод, нить не отрезаю, также делаю закрепку и перетягиваю на другую сторону, на другой элемент. Делаю черепицу. Начинаем сверху. Сделала также контрастную нить. Черепица делается просто. Просто полукруг. Прохожусь по контуру несколько раз. Можно пройти зигзагом или простой строчкой. Вы видите, как шить на свободном ходу? Вам не приходится много раз крутить туда-сюда полотно. Вы запросто едете назад. Хотя вы можете на машинке также включить задний ход. Не обязательно украшать крышу. Достаточно просто несколько раз пройтись по контуру. На этом домике круглые окна. Я прохожусь два раза по контуру и несколько раз в середине делаю рамы. Немножечко тут нахалтурила, потому что стоит камера и неудобно. Не четко видно контуры. Вот так делаются окна и рамы. Но рамы можно сделать. Вы вырежете тоненькую полосочку и приклеите. И потом вы ее также пришьете. Я бы не сказала, что это очень кропотливая работа. Это все легко делается. И не надо бояться. Нашу посадку зелень, деревья. Можно пройтись просто по контуру. Но будет неинтересно. Я взяла более светлый цвет нитки. И углами прошлась по елке. Сделала имитацию ветвей. Если вы деревья делаете как зимний вариант, вы также можете пройтись кое-где белой нитью. Или перед стежкой положить немножечко ватки или синтепона. Какую-нибудь белую тканью. И у вас получатся снежные деревья. А если у вас новогодняя ель, вы можете повесить игрушки. Конечно, все зависит от композиции от вашей. И от вашей фантазии. Когда прошиваю и подхожу к булавке, я ее вытаскиваю. Если вы на моем канале впервые, и вам интересна такая работа, загляните в плейлисты «Текстильная пицца» или «Лоскутное шитье». Я думаю, вы найдете для себя много, что интересного. А если вам понравился мой канал, заходите в гости и подписывайтесь. Впереди у нас много очень интересных работ. И не забывайте писать комментарии. Вам просто, а мне приятно. Если вы профессионал в создании таких картин, пишите в комментариях, что я не так делаю. Давайте мне советы. Работа моя полностью готова. Вот такая интересная получилась жизнь в деревне. Девчонкам вышила глазки и рот вручную. Лебедям сделала на машинке. Красенький носик и глазки. Серой нитью сделала перышки. Дядечке сделала удочку. Просто на машинке полоска туда-сюда. И вот что у меня получилось. На мой взгляд, очень даже интересно. Остается только хорошо отпарить. После шитья, если вам нужен определенный размер, возьмите полотно на несколько сантиметров больше. Стежка дает усадку. И вот эти все, видите, неровности. Я провела черту по линейке, чтобы выровнять. И остается выровнять и отпарить. Это очень увлекательное занятие. Девчонки, попробуйте шить из лоскутков. В технике текстильной пиццы очень интересно. Вы можете создать из лоскутков абсолютно любую работу. Пейзаж, люди, натюрморт, любой быт. Я решила сделать видео о своих работах. Будет обзор. И я буду продавать. Если у вас возникнет желание купить, я оставлю ссылку тоже под этим видео. Загляните, посмотрите. Может быть, вы что-то купите. Работы недорогие. Просто я решила продать. Немножко освободить гардероб. Потому что у меня их скопилось очень-очень много. У меня получилась целая серия «Жизнь в деревне». Сейчас я вам покажу все работы, которые у меня есть на канале. В плейлисте «Текстильная пицца». Я сейчас мельком вам покажу. Посмотрите, как мило, сказочно все получается. Домики, люди, как бы все одинаково. Они мастера видят. Почерк один и тот же. Все зелененькие, такие у меня в зеленоватых оттенках. Девчонки все практически на одно лицо. Но мне даже очень нравится. Будем думать, что создать еще. А вы шьете из лоскутов что-нибудь? На этом все. С вами Валентина. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.